Я хотел у вас вот что спросить в преддверии, так сказать, нашей беседы. А то поступают какие-то совершенно разноречивые сведения о воде, о гидроплазме и так далее, скажем, о том, что слишком преждевременно выпущена вот эта вода, которую везде рекламируют, и которая там достаточно дорого стоит. Вроде бы она еще не опробирована, и никто не знает, как ее пить, и никто не знает, как ее применять. У нас книжечки даже выпущены специальные, все, в Москве, в Алматы есть, в Санкт-Петербурге, все. Я не знаю, еще не дошли до вас в улице. Вводим специальные брошюры, книжки, исследования. Можно бы там всякие по патентованию и так далее. Это не обычный продукт, поэтому это плазменный продукт. Многие не понимают, что это холодная плазма, кластерная, которую вообще никто не знал об этом. До 2004 года никто не знал вообще, что реально существует такая. Ну, у вас же был первый вариант, ну, что ли, апробированный, чем вот этот, который сейчас идет, который называется... Это называется, они идут все равно от наших, так сказать, источников. Это компании его продают под всякие, сетевые компании. А мы-то это работчики наука, мы это делаем. У нас есть несколько вариантов, вот они и берут все, то одно, то другое. А у нас это более апробированные идут с 2005 года, потихоньку мы их модифицировали, сделали. Тогда вообще никто ничего не знал по этому поводу, потихоньку это все делалось. Ну, и сейчас такой вариант есть тоже у нас, а. Так, а скажите, вот та вот вода, которая продается Imagine People, другая вода, чем та, которую вы выпускаете? Да нет, они же у нас берут, как они могут другую сделать. Ну... Это же компания, которая закупает, московская какая-то, она казахстанская компания. Вот, и они сетевая компания, они закупают у нас какое-то количество. Потом разливают сами, этикетку ставят сами и так далее. Продукты, это инновационные, так сказать, наши плазменные продукты, а наши. А наши по многомерности, по многогранности. В одних случаях они дают хороший результат, в других гораздо худший результат, чем старое. Старое, старое, с меньшим количеством, так сказать, ну, векторов, можно сказать. А на самом деле, кластермы гранит таких, которые создаются внутри этой воды, оправданными кластерами. Вот вся разница. Но они в одних случаях одни действуют, а в других случаях другие действуют. Поэтому... Если все это описано, то, что изучено. А много еще не изучено. О новом вот этим всяким аспектом, связанном с многогранностью. Другой из нашего источника одного, и субстрат фактически один, только разное количество граней, как называемых, кластеров плазменов, которые находятся в этой воде. Вот еще различия. Я понимаю, но логично допустить, что если кто-то занимается и кто-то разливает эту воду по емкостям, а потом продает, то понятно, чем больше емкости будет выпускаться, тем больше компания будет получать профита. Верно? Это означает... Так, не наверное, а точно. Означает ли это... Я думаю. Почему не отвечать? Она опробирована, она отвечает, если соблюдается технология. Мы проверяем, заставляем их давать эту продукцию избирательную, чтобы проверить, насколько все эффективно сделано. Мы разлились, чтобы не было никаких нарушений. У нас приборы есть, техники есть, биофизические, инновационные приборы, индикаторные, которые дают возможность это определять. Так что, всегда обратная связь есть у нас. Они это берут, но периодически мы сами берем прямо из партии у них. Один-два фаракона и проверяем, насколько эффективно все это делает. На последней стадии разлива. Но самое главное, чтобы она не повредила. Но вы сами говорите... Да ну, что она повредит, да вы что? Конечно, да. Она абсолютно такой мягкий продукт, который не может повредить. Все думают, вот много выпьешь, что лучше. Тоже не так, потому что, когда выбиваешь много, наоборот, эффективность падает просто и все. Меньше становится. А есть определенные диапазоны количества концентрации гидроплазмы, которые дают максимум эффекта. Все это описано в инструкциях, в книжечках специальных и так далее. Так что это все уже отработано. Это же не лекарство. Это даже не биологическая забавка. Это новый продукт, который, в общем-то, нигде еще не был. Он есть в живой природе. Есть он и в реках, океанах. Поэтому поддерживает какую-то стабильность воды. Но очень мизерных концентрациях и с малой, так называемой, многогранностью. А мы сделали это в 10-15 раз более, так сказать, насыщенной. Это структурно-постанственной, структурно-временной такой энергии, которая дает возможность гидроплазме очень быть стабильной. В течение многих лет даже. А чем все-таки объяснить тогда, что на кого-то она действует? Ну, если не сказать плохо, то как-то не очень-то результаты. Кому-то становится хуже, может быть, даже на каком-то этапе. Ну, хуже. Я говорю, это бывает, потому что все люди, чувствительность разная. И ничего тут такого нет. Мы это знаем в случае. Но обычно это называется так называемая. Ну, в курортологии это называется бальнеологическая реакция. Когда на курорт вы приезжаете тоже, начинаете ванны принимать, вам хуже становится, ломят вас кости все. Я пример мне вожу сравнительный, ясно? А на самом деле вы поддерживаете 2 дня, 3 дня. И вам все лучше и лучше. Потом пошли гулять по курорту. Вот, каком-нибудь там Пятигорск у нас тут в этом. Генеральные воды на Кавказе и так далее. Вот вам пример. Это бальнеологически грубое очень, надо сказать, воздействие очень грубое. А у нас это более мягкое, более, так сказать, структурно, адекватное, можно назвать. И в результате это некоторые очень чувствительные люди дают реакции, другие это мягкие очень реакции, дают, почти не замечают. То есть это все в пределах индивидуальных колебаний, которые есть у людей в связи с тем. Все люди разные в этом плане. Тонкая структура. У этих людей разная. Повторимости вообще нет. Алгоритм повторения отсутствует вообще. Поэтому ничего тут удивляться не надо. Потерпеть немножко, уменьшить можно концентрации, делать перерывы. То есть он чувствительный, слишком более мягко пойти. Об этом мы пишем тоже. И явление это известно. Понятно. В случае бальнеологической реакции, я привел пример. Есть и другие примеры. Только это грубые воздействия более. Антропийные, жесткие воздействия. А у нас антиэнтропийные воздействия, которые идут по другой схеме. Вот все различные. Но фундаментальные, кстати, различия. Фундаментальные. Понятно. Хорошо. Виктор Михайлович, благодарю вас. У нас завтра будет программа с доктором Флёрой. И еще два будет доктора. Одна из Израиля, одна из России. Завтра будет программа. И я жду тогда вас. Мы тогда побеседуем более предметно, более, может быть, детально. Хорошо? Ну, немножко можно. Давайте. Хорошо. Я всегда готов. Это наша работа. Да, я понимаю. Хорошо. Спасибо вам за ваше время. Всего доброго. До свидания. Привет. Мы в этом мире дизайн-сайдем. Благодарю вас. Благодарю. Всего доброго. До свидания.